А тем временем синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана. Сегодня ночью в Астане, Акмолинской, Кустанайской, Североказахстанской и Казалардинской областях ожидаются морозы до минус 40 градусов. Астана и Караганда уже попали в рейтинг самых холодных городов мира. Как такую низкую температуру переносят наши граждане, расскажет Людмила Батюшкина. Аномально холодно даже в южных регионах, местами до минус 25. В Караганды и Астане сегодня отменили занятия в школах. В семье Усть-Каменогорске и Кустанай на уроки ходят только старшеклассники. За три дня мороза в Карагандинской области 22 человека получили обморожение. Есть и люди, которые длительное время что-то работали, что-то делали на улице, естественно, отморозили конечности. Но есть и люди социально не совсем благополучные, конечно, там, среди них. Но они, как правило, обращаются уже в поздние стадии. Когда происходит формирование некрозов на оперативные лечения. По этой причине наплыв обмороженных врачи ждут через 2-3 дня. Различные травмы из-за гололеда получили 320 человек. Сегодня ночью дороги были закрыты из Караганды в направлении Акмолинской области, Павлодара и Кустаная. Из-за морозов возрастает число пожаров. Но и огнеборцам в морозы приходится нелегко. При хороших минусовых отметках пожарным приходится прикладывать неимоверные усилия. Вплоть до того, что замерзает вода в рукавных линиях, в магистралях, на разветвлениях. В североказахстанской области создали более 300 пунктов обогрева. Спасатели только и успевают вызволять водителей снежных заносов. В нескольких городах страны активисты запустили акцию «Подвези в мороз бесплатно». Призывают автомобилистов забирать замерзших граждан с остановок. Метеорологи обнадеживают. Долго такие морозы не продлятся. На выходных погода изменится, потому что к нам подходит раздел фронтальный, теплые фронты и циклон. На Востоке еще сохраняется мороз. В семи регионах возникла угроза паводков из-за 28 бесхозных гидротехнических сооружений. Недавно отремонтировали.